здравствуйте дорогие друзья делаю обзор на манок nordicrow манок для охоты на серую ворону также с этим манком можно охотиться на галок в общем летят все птицы их семейство манок идет в таком прозрачном блистере блистер мягенький в комплектации кроме манка и блистера соответственно и вкладыша картона ничего больше нет вкладыш у нас себя представляет такую картоночку мягенькую здесь нарисована ворона серая надпись nordicrow пейзаж и сайт производителя nordic predator на обратной стороне у нас инструкция по применению что очень приятно что она на русском языке эта инструкция здесь можно прочитать как пользоваться этим манком какие звуки подавать в этот манок но основной акцент делается на вашу практику то есть попрактиковавшись вы сможете научиться имитировать звуки разного характера разной громкости освоить звуки опасности призыва общения и в принципе сможете понять когда какой звук нужно будет делать но опять же все будет основан на вашей практике сейчас мы как обычно взвесим я взвешу этот маночек чтобы понять сколько он весит блистере если вы будете заказывать оценивали ваш вес заказа так 98 грамм этот манок весит блистере и сам маночек у нас будет блистер нам уже не нужен сторонку уберем манок весит 64 грамма выключаем весы убираем довольно тяжелый манок выполнен из такого пластика твердого сверху немножко даже шероховат вот виде такой бочки цилиндра здесь вставлен звуковой узел из двух половинок с двух тонн досок и язычок длинный длинный язычковый от манок язычок у него довольно длинный вот у меня палец достаю сейчас до язычка если я вытащу и вот так вот такой длинный язычок здесь стоит то есть я так понимаю его можно вытащить и перевернуть обратной стороной на самом корпусе манка есть надпись nordic кроу сайт производителя и есть отверстие для крепления этого маночка вот это отверстие на подвес каким образом его крепить можно продеть сюда заводное колечко вот таким образом можно вставить сюда карабинчик на застежке можно просто шнурок продеть я сделал конкретно для этого манка маночек положу вот такой шнурочек из паракорда сплел здесь можно регулировать длину та которая вам надо здесь с этой стороны запаял заплавил паракорд вставляю его в отверстие он довольно плотно вставляется продеваю сюда и завязываю маленький узелочек на конце таким образом у нас манок будет держаться на шнурке и не упадет минимум я решил сделать таким образом то что колечки выглядит громоздко здесь принципе вот болтается на шее и не потеряется никуда при своей массивности этот манок довольно легко держать в зубах потому что использовать одну из рабочих рук которые держат скажем ружье можно достаточно взять прикусить зубами и в принципе на нижних зубах он нормально висит не 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 утяжеляет не напрягает это я видел манки на ворону легенькие их удобно держать наподобие манка нарябчика когда держишь манок в зубах и манишь здесь же есть два выступа они здесь видны хорошо вот они они идут по всей длине то тоновых досок с одной стороны и с другой стороны то есть упираясь зубами за эти выступы манок легко держится во рту несмотря на свою увесистость при этом можно будет вы попробуйте сами на практике прикрывать вот эти вот отверстия сбоку чтобы воздух весь поступал в манок будет меняться тон звука также можете зубами сдавливать будет меняться тон звука и отпускать также будете глубже брать то новые доски обхватывать зубами будет другой звук будете сюда обхватывать будет другой звук есть видео на моем канале по-моему он так и называется как этот манок это видео или просто охота на ворону там я как раз охочусь на ворону вот с этим вот маночком это первая охота была моя была с этим манком на ворону и первое использование этого манка в принципе ничего нет сложного научиться пользоваться этим манком манок этот разбирается сейчас я его не буду разбирать но при желании можно вытащить звуковой узел разделить прочистить я охотился было холодно на улице поэтому сразу предупрежу что могут быть затыки какого рода то есть сейчас я постараюсь найти план вот видно язычок и если здесь попадает много стены а слюна здесь попадает и самое главное то что здесь собирается много очень конденсата труба это большая гор по стенкам собирается влага как ни старайся все равно будет точка росы и все равно будет стенки холодные здесь тепло и очень много приходилось много вытирать здесь какая у меня была проблема здесь липал вот этот язычок либо к одной стенке либо к другой стенке то есть пример зал просто-напросто раз и все и примерз приходилось причем в обратную сторону дуть не помогает воздух выходит с нижней части они там где язычок приходилось просто отогревать его ну либо манить не останавливаясь хотя иногда лучше помолчать что хочется сказать как манить ворону вот из первой своей охоты с этим манком я понял одно если собралось больше ну не больше это как бы не точно нельзя определить 1 2 вороны летают они начинают отвечать каркать собирается толпа так называемый эффект толпы кучи целый ворон которая чем больше орет летает вокруг кружи тем больше начинает собираться практически не нужно даже манить они начинают сами себя друг друга подзывать даже после выстрелов они недалеко разлетаются и снова опять здесь собираются чучело я не использовал хотя я слышал ребята говорили друзьям это что можно использовать филина почему-то на филина летят мне хотелось попробовать просто ворона посадить муляж даже этих бросал они видят то что лежат на земле ворона слетаются так называемый похорон у них но эффект от количество ворон они подзывают еще большее количество птиц так что пробуйте покупайте очень хорошее занятие в межсезонье плюс положительное участие в жизни охотничьего общества потому что во многих обществах еще принимается вместо отработки утины эти утины вороне лапки вот как то так можете участвовать в этом но для отстрела любом случае вам потребуется разрешение на отстрел серой вороны так что будут вопросы задавайте если видео вам понравилось ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк комментируйте я постоянно просматриваю свои ролики и на новые комментарии всегда отвечаю с удовольствием до скорых встреч